Что нужно знать при продаже дома? Сегодня в этом видео я буду рассказывать вам, какие факторы влияют на скорейшую продажу дома, что нужно избегать, каких ошибок избегать при продаже дома, а как подготовиться к его продаже. Вам понравится это видео, оставайтесь со мной, и я начинаю. Если вы в первый раз на моем канале, то, пожалуйста, подписывайтесь и нажмите колокольчик, чтобы вам приходили напоминания о новой полезной информации, которой я с вами здесь делюсь. Меня зовут Светлана Браун, я лицензированный агент по недвижимости здесь, в Dallas 440HAS. Ко мне часто обращаются с вопросами о недвижимости, и я рада всем помочь, поэтому не стесняйтесь, звоните, пишите, отправляйте имейлы, также можно пойти по ссылке и назначить встречу со мной в Zoom, самая контактная информация в описании и в комментариях, и я с удовольствием помогу с переездом в наш дружелюбный Техас, ну или с продажей дома у нас в Dallas 440HAS, потому что сегодняшнее видео, как я уже сказала, будет все о продаже домов, каких ошибок избегать, на что обращать внимание, когда вы подготавливаетесь к процессу продажи своего дома. И если вы хотите продать свой дом в Dallas 440HAS, не стесняйтесь, обращайтесь, я с удовольствием вам помогу. Если вы продаете дом где-то в другом штате США, мое видео тоже будет вам полезно. И если вам нужен хороший агент, который специализируется на продаже, на покупки вашей местности, обращайтесь. В моем брокеридже очень много агентов по всему США и в других странах, но мы говорим о США, в AXP Realty, и я вам найду самого лучшего агента, обращайтесь. И так, с чего же нам начать? Самая главная причина, по которой дома не продаются. Это, конечно же, solar panels. Я знаю, что те люди, которые продают solar panels, наверное, сейчас скажут, что она говорит, это же так здорово, это экономит энергию. Да, возможно. Но, на самом деле, пока это еще у нас не повсеместно, пока это еще только такая инновация, продать дом solar panels гораздо труднее. И, опять же, solar panels, вот сейчас я почему здесь нахожусь? Потому что вот здесь вот на одном доме, сейчас я подвинусь, и надеюсь, вы увидите, да? Solar panels. Сегодня солнечный день у нас в Техасе, и да, они, конечно, помогают сэкономить энергию, но, к сожалению, страховые компании, не все страховые компании берутся страховать дом, на котором размещены эти солнечные панели. Это большой минус. Если они в Лисе, и их нужно будет переоформлять на другого покупателя, вы, как покупатель, должны не только будете квалифицированы на получение моргиджа, но также и на процесс переоформления этих solar panels, то есть у вас будет дополнительный расход, и моргидж, и компания будет вас квалифицировать, и точно так же компания, которая сдает эти солнечные панели в Лисе. То есть это дополнительный такой квалифицированный процесс. Еще важно, что если, например, что-то случилось у нас в Техасе, случается очень часто, град, и если повреждены солнечные панели и крыша, то того, как страховая компания покроет крышу, вам нужно ждать представителя от компании, которые проводят maintenance solar panels, чтобы они пришли и отремонтировали. То есть этот процесс затягивается, усложняется, и я хочу сказать вам не понаслышке, потому что я продавала дома solar panels. Это первое, что спрашивают будущие покупатели. Solar panels, они в Лисе, будет ли продавец их выкупать? То есть solar panels, если вы покупаете дом, и там уже есть solar panels, вы не планируете продавать его в ближайшее время, то может быть это прекрасно, он сэкономит вам деньги на электричестве, но если вы покупаете дом на какой-то короткий промежуток времени или с планом его перепродать, solar panels, это будет большой фактор, который повлияет на процесс продажи вашего дома. Это номер один. Solar panels. Следующий момент, и я бы даже сказала ошибка, это завышенная цена, по которой вы выставляете дом на рынок. Я бы назвала это даже номером один, но иногда даже с правильной ценой сложно продать дома солнечными панелями, поэтому номер два у нас правильная цена. Если вы выставляете дом по завышенной цене, вы тем самым, думая, что вы сможете в процессе немножко договориться где-то на серединке, вы допускаете ошибку, потому что тем самым вы снижаете круг своих потенциальных покупателей. Например, если вы хотите продать свой дом, ну, примерно за, скажем, за 450 тысяч, и вы думаете, что если вы поставите дом за 470 тысяч, то вы сможете где-то там сторговаться на 450, но тем самым те люди, которые ставят свои критерии дом 450 тысяч, даже могут его не увидеть. Критический момент, это когда вы выходите на рынок первые две недели самые важные в продаже дома. И что спрашивают покупатели, почему так долго стоит дом на рынке, что с ними так? То есть, если вы завысили цену, дом ваш стоит на рынке, потому что, хочу вам сказать, риэлторы и покупатели стали очень... покупатели, да, стали очень разумные, они считают, они смотрят, сравнивают и дома в этой же эрии, и очень сложно продать дом по завышенной цене. Если только вы сделали какие-то сумасшедшие апгрейды, то возможно, что у вас дом стоит дороже, чем соседний дом на улице. Но, как правило, средняя цена... Я бы даже сказала, если вы выходите на рынок и берете ниже средней цены в вашей эрии, это поможет вам продать дом быстрее и, может быть, даже дороже, чем вы ожидаете, потому что у вас будет больше потенциальных покупателей и, возможно, будут бороться за ваш дом и стараться его перекупить. И следующий совет это цвет стен в доме. Базовые светлые оттенки помогут продать ваш дом быстрее. Светлые, бежевые, в ванных комнатах могут быть постельные тона. Светлые тона помогают покупателям как на белом полотне видеть, как они расставят мебель, куда они повесят свои картины. Вот, например, хочу вам показать. Вот светлая комната с... Ну, светло-светло-легкая серая краска. Не знаю, как она правильно называется, но смотрите, здесь два окна. Так, комната светлая, небольшая и соседняя комната точно такого же размера. Здесь, правда, одно окно, но здесь есть такая акцентная черная стена. И, возможно, хозяева этого дома видели в этом свой дизайн. Здесь, может быть, какая-то была студия и замечательно, прекрасно они, это им нравилось, но когда вы продаете дом, потенциальные покупатели, придя в эту комнату, могут не увидеть себя здесь. Может быть, они видят это как детскую комнату, может быть, это... Вообще, у них есть мебель совершенно другого цвета, который сюда не подойдет. И, то есть, они не могут себя видеть в этой комнате и даже зная, что это может перекрасить, просто может повлиять негативно на полное впечатление этого дома. Поэтому, очень важно, если вы хотите быстро продать свой дом, перекрасьте стены в светлые базовые оттенки. Кстати, в Техасе вы не можете увидеть, по какой цене продали дома в вашей эре. то есть, для этого вам нужен обязательно real estate агент. У нас нет такой публичной информации в штате. Еще хотела бы обратить внимание, что все вот эти asestimate, все оценки на таких больших веб-сайтах, как Zillow, они, конечно, могут дать приблизительно, но иногда они завышены, и я бы не рекомендовала ориентироваться на них, если вы нанимаете real estate агента, или даже можете не нанимать, а просто провести интервью, попросить CMA и посмотреть, за сколько в вашей эре продаются дома per square foot и увидеть эту average цену за square foot и может быть даже ниже, то есть между низкой и конечно совсем не надо по минимальной цене это совсем не ориентир немножко ниже average за square foot и это будет вам ориентир умножить на площадь вашего дома и это будет вам ориентир за сколько ваш дом оценит банк и за сколько вы можете выйти на рынок следующий момент я бы хотела сказать если вы делаете апгрейды меняете кухню полы меняете свет то что вы вкладываете в дом не окупится вам при продаже дома на сто процентов максимально вы можете рассчитывать окупить ваши инвестиции примерно на пятьдесят процентов то есть если вы считаете что вот я вложил дом дом стоил триста тысяч примерно я вложил пятьдесят тысяч и я смогу продать его за триста пятьдесят это скорее всего не так инвестиции конечно улучшает качество дома увеличивает потенциальных крупотенциальных покупателей люди будут бороться за ваш дом но он увеличивает стоимость вашего дома на именно тот размер инвестиций который вы в него вложили и я надеюсь это видео было вам полезным пожалуйста поставьте лайк если вам понравилось задавайте свои вопросы комментируйте я с удовольствием на них отвечу я люблю читать ваши комментарии и вы знаете кому обращаться если вам нужен real estate агент вашей обращайтесь пожалуйста найду самого лучшего который разбирается в специфике и особенностях именно вашего региона и как всегда до встречи на моем канале и надеюсь увидеть вас у нас в Далласе в Далласе